Муж купил мне каску, и я ходила в ней, исключительно в ней. Респираторы привезли, друзья купили за свои деньги и привозили всё время. Каска сварщика и строительный респиратор. Врач Мариана Замятина показывает, в чём ей пришлось лечить больных коронавирусом. За последние две недели 15 человек с подтверждённым COVID-19. До того, как друзья подарили респиратор, она носила вот эту тканевую повязку. Осматривать инфицированных была вынуждена в малярном комбинезоне из полипропилена. Сменить его на другой, более защищённый. По словам Марианы, ей удалось только после скандала с администрацией госпиталя. Выдали костюм только после того, как я буквально устроила демонстрацию. Сказала, без костюма не пойду. Мы сказали, на, вот тебе получи. Я сказала остальным, остальным дали через два часа. Теперь сотрудников госпиталя, ветеранов войн, в защитных костюмах даже можно встретить на улице около корпусов. Только вот вместо респиратора обычная одноразовая маска. Как у вас стоит со средствами защиты? Да вот, защита. В чём ходим? А маска? Ну маска, вот маска. Ну это вот вы и в здании в такой работаете, да? Да, в здании. Ну вот вы видите, в чём мы одеты. Эти кадры мы сняли около другой петербургской больницы. НИИ травматологии и ортопедии, где сейчас тоже вспышка коронавируса. Видно, что медики экипированы намного серьёзнее. И снова кадры госпиталя ветеранов войн. Как говорится, почувствуйте разницу. Ни бахил, ничего не было. Дали перчатки, масок было очень мало, шапочек было очень мало. По словам Марианы Замятиной, добиться выдачи защитных очков или экранов, специальных бахил и респираторов для всех сотрудников госпиталя ей так и не удалось. После того, как она стала критиковать руководство больницы и жаловаться на отсутствие у медработников адекватных средств индивидуальной защиты, её сняли с должности заведующей отделением кардиологии и перевели в другой филиал госпиталя. Но Мариана решила уволиться совсем в знак протеста против нарушения мер безопасности. Я сижу в ординаторстве, на мне в качестве защиты одет вот этот респиратор. Я единственная в респираторе, все остальные в маске, больше респираторов нет ни у кого. И при этом заходит начмед, которая известна, что она больна ковидом, совершенно спокойно заходит, общается с нами, берёт истории, уходит. По данным Марианы Замятиной, коронавирусом заболели уже 40 медицинских работников из филиала госпиталя ветеранов войн на улице Народной в Петербурге. В её бывшем отделении на улице Старой Русской заболели две медсестры из семи. Ещё две медсестры госпиталя ветеранов войн умерли. Об этом сообщается в появившемся в интернете неофициальном списке памяти, где перечислены скончавшиеся от COVID-19 медики. По нашей информации, умершие медсестры работали здесь, в филиале госпиталя на проспекте Елизарова. Впрочем, в городском комитете по здравоохранению заявили государственному агентству ТАСС. Медсестры скончались либо от других тяжёлых болезней, либо заразились коронавирусом не на рабочем месте. Госпиталь для ветеранов-блокатников перепрофилировали в конце марта. Сюда стали свозить больных с симптомами вне больничной пневмонии. По данным администрации госпиталя, у четверти пациентов в итоге подтвердился COVID-19. Рядовые работники госпиталя рассказывают, что покупать средства защиты им пришлось самостоятельно. Опасаясь потерять работу, медперсонал госпиталя просит не снимать их лица. Респираторы у нас были свои, очки у нас были своими, словно все повысили. Стационар на улице Старорусской расположен в старинном здании и, по словам его работников, не приспособлен к приёму инфекционных больных. Здесь нет разделения на чистую и грязную зоны. Пациенты с подтверждённым коронавирусом ходят в один туалет с другими больными. Вот так, на одной вешалке, медики вынуждены хранить свои защитные костюмы после посещения инфицированных COVID-19. Снимать костюмы приходится в одиночку. И это дополнительный риск. Вы можете быть спокойны, что вы не знаете? Здесь спокойны нельзя быть, потому что эта больница не предусмотрена для таких больных. Не боксов? Это не боксов, ничего. Это другая больница. Но вы вышли из палаты, где вы снимете халат? Я не знаю, ничего не знаю. Куда вы пойдёте? На лестничную клетку, вы скинете его здесь. Понимаете, это немножко другое. То, что показывают красиво по телевизору, выделенная зона и так далее, это не здесь, это не в этой больнице. Даже одноразовые медицинские маски работникам госпиталя приходится использовать несколько раз. По словам медиков, их выдают по две на день. Поэтому использованные, как видно на этом снимке, дезинфицируют под лучами ультрафиолета и носят по новой. Ответ один. Не нравится? Пишите заявление, увольняйтесь. А куда сейчас с таким болчьим билетом можно пойти, когда ты с коронавирусом контактный? Кто примет? Какая больница? Никакая. Заместитель начальника госпиталя уверяет, что его подчинённые всем, чем надо, обеспечены. А просьбы своих же коллег о помощи называет вбросами. Мы полностью готовы к показанию помощи больным и с пневмониями, и с COVID-19 положительными. Средства индивидуальной защиты в достаточном объёме. Периодически есть вбросы в средства информации, что всё плохо, что ничего не хватает, что сотрудники работают с голыми руками, без масок. Это не соответствует действительности. Мы реально оснащены средствами индивидуальной защиты в полном объёме. Это интервью заместителям начальника госпиталя записали журналисты телеканала «Санкт-Петербург», финансируемого из бюджета города. Видео нам прислал Комитет по здравоохранению в ответ на наш письменный запрос от 23 апреля с просьбой прокомментировать ситуацию. Давать интервью перед телекамерой чиновники отказались. При этом во время съёмок у госпиталя нам два раза пытались помешать и запретить съёмку. Сначала старшая медсестра, затем женщина в белом халате, представившаяся начальником охраны. Увылившаяся врач Марьяна Замятина на помощь властей уже особо не надеется. Поэтому помочь своим теперь уже бывшим коллегам просит всех, кто может. На складах полно строительных материалов. Те материалы, которые используются под кровлю, это один в один тот материал, который дан китайцами нам для костюмов. То есть шить эти костюмы, бросить клич по стране. Ребята, девочки, кто за машинкой сидит, настрочить? Один костюм ты настрочи, а другой костюм ты настрочи. Антон Гуськов, Александр Глебов. Настоящее время. Петербург. Антон Гуськов, Александр Глебов. Антон Гуськов, Александр Глебов.